Здесь присутствует фигура, видимя Геннадьевича Фишера. Профессия иностранец. Именно так называется выставка, подготовленная к столетней истории службы нелегальной разведки. Экспозиция охватывает период от эпохи гражданской войны до конца 20 века и раскрывает ее историю через образы как реальных, так и вымышленных бойцов невидимого фронта. Экспозиция убедительно свидетельствует о том, что со временем образ отечественного разведчика, сотрудника советской, российской внешней разведки менялся, и это понятно, потому что меняется международная обстановка, а следовательно меняются и условия разведывательной деятельности, меняются герои, главные герои и их противники. Но главным, основным принципом талантливых произведений всегда остается точное изображение внутреннего мира героя. Среди героев выставки Дмитрий Быстролетов и Николай Кузнецов, Алексей Батян, Георг Вартанян и многие другие. В залах представлены фотографии, редкие документы, кадры кинохроники. Ряд уникальных экспонатов, в том числе картина, написанная Рудольфом Абелем и его личные вещи, предоставленные службой внешней разведки. Когда мы думали, как построить выставку, то были разные предложения. Мы все-таки решили предложить нашим уважаемым посетителям историю страны, историю нашей страны, историю тех событий, которые были обеспечены трудом, подвигами нелегальных разведчиков в значительной мере. Потому что именно благодаря их работе многие неприятные, а то и катастрофические события, к счастью, не состоялись, были предотвращены. Осмотрев выставку, председатель РИО оставил памятную запись в книге почетных гостей. Выставка наглядно убеждает в том, что история нелегальной разведки – это неиссякаемый источник литературных сюжетов и художественных образов, написал в книге Сергей Нарышкин. А после беседу продолжили за круглым столом. Столетие отечественной нелегальной разведки. Решение о ее создании принималось в непростых внешнеполитических обстоятельствах, когда молодое советское государство находилось в международной изоляции, в кольце врагов, а его правительство, правительство Советской Республики, приходилось действовать, принимать важные решения в сфере внешней политики, в сфере экономической жизни страны, во многом наугад, не имея в качестве основы для принятия подчас стратегических решений, такой важной объективной информации. С момента создания и в сложное время становления молодого советского государства, затем в годы войны и в последующую эпоху войны холодной, нелегальная разведка была одним из самых эффективных инструментов правительства. Разумеется, этот флор секретности вызывает у наших граждан повышенный интерес. В этой связи справедливо отметить, что существует как минимум две темы, способные стать неисекаемым источником вдохновения для писателей, художников, кинорежиссеров. Это любовь мужчины и женщины и нелегальная разведка. Глубоко символичен девиз нелегальной разведки. Без права на славу, во славу державы. За этой емкой фразой скрыты судьбы выдающихся людей, чьи истории чаще всего никогда не будут рассказаны. Единственным языком, на котором можно описать подвиг разведчиков-нелегалов, остается язык искусства, кино и книги. Политические детективы, заложенные такими писателями, как Вадим Кожевников, Владимир Петроченков и, конечно, Юлиан Семенов. Убеждена, что книги моего отца, проникнутые любовью и крепятным и уважительным интересом к истории страны и героям нелегальной разведки, еще долгие годы будут приносить пользу Отечеству и помогут воспитать новые поколения достойных и неравнодушных к судьбе своей великой страны россиян. Заложенные традиции сегодня продолжают многие талантливые кинематографисты, сценаристы и писатели. Так недавно с большим успехом прошла премьера многосерийного фильма «Начальник разведки». А в дни столетнего юбилея службы нелегальной разведки на телеэкраны вышла новая картина «Миссия Аметист». Да, там происходит с точки зрения классики жанра нехорошие вещи. Люди бегают, прыгают, стреляют, пытаются сбить самолет, ну и так далее, и так далее. Да, это те самые раскраски для того, чтобы то, что мы сделали, все-таки как-то произвело впечатление на сегодняшних детей. Кроме того, в ходе круглого стола был представлен вышедший в издательстве «Молодая гвардия» восьмитомник, приуроченный к столетию отечественной нелегальной разведки. Биография легендарного Рудольфа Абеля в авторстве Николая Михайловича. Вот как выглядят эти книги. На выставке они тоже были представлены. И вторым героем Николая Михайловича стал Георг Вартанян. В 45 лет он вместе с супругой Гуар отработал за границей. Самая известная его операция – срыв покушения нацистской разведки на лидеров «Большой тройки» в Тегеране. Напомню, в столетие нелегальной разведки входит число приоритетных тем работы российского исторического общества на 2022 год. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...